Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им никогда не сойтись. Своей балладе английский писатель Киплинг указал четкий водоразил двух цивилизаций. А я не соглашусь. Почему? А потому что Восток и Запад иногда очень даже сходятся, ведь культурный-то обмен никто не отменял. Вот здесь, к примеру, Китай. Уже в эти выходные в Тюмени пройдет второй фестиваль китайского языка и культуры. А сегодня у нас в гостях член Всемирного общества художников и каллиграфов Чен Джа Шун. Чен Джа Шун, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну вот скажите, это все-таки правда, что в Китае насекомых щелкают, как семечки? Едят насекомых, да? Не всегда. Не всегда? Да. То есть неправда, да? В зависимости от чего, едят или не едят? В зависимости от людей. А, вот оно в чем. Вы сами едите? Ну, я попробовал. И как? Нравится. Да? Хорошо, но не все насекомые. Ну, естественно. А раз уж мы коснулись гастрономической темы. Ну, вот смотрите, русские, когда встречаются, спрашивают, ну, так же, как и европейцы, как дела? Как здоровье? Как здоровье? Да. Говорят, что в Китае есть такое выражение, сыт ли ты? Ну, то есть покушал ли ты? Это действительно так? Конечно. Потому что мы считаем, что если мы спрашиваем, ты покушал или нет, это более конкретно. То есть это даже лучше, чем просто привет, как дела, я могу нехорошо. Джошун, ты покушал? Я покушал. Мы тоже. Мы готовы воспринимать информацию, учиться каллиграфии. Ну, ты знаешь, учиться-то, конечно, мне кажется, что каллиграфия-то больше, чем, да, вот какое-то обучение. Это, скорее всего, даже искусство. Ну, возможно. Джошун, скажи, нужны ли специальные навыки, нужно ли быть художником, чтобы писать красиво, да, вот эти иероглифы? Это тоже зависит от характера. Ну, как бы мой талант более творческий и кому-то более технический, вот. Поэтому это все свой выбор. Ну, вообще, есть такое китайское выражение – четыре драгоценности рабочего стола. То есть у образованного человека обязательно должно быть четыре предмета на столе. У нас эти предметы тоже, так полагаю, сегодня есть, правильно? Вот какие, да. Ну, что обязательно должно быть? Это называется четыре сокровища? Да, да, да. Это тушь, кисточки, бумага и тушеница. А мы можем уже перейти к делу и сегодня попробовать нарисовать иероглиф «Утро с вами». Конечно. Или «Доброе утро». Что проще? Доброе утро. Сколько это иероглифов? Это будет три иероглифа. Три иероглифа. Можно я к вам присоединюсь? Вы сейчас напишите, а я попытаюсь повторить. Вы не против? Давайте. Отлично. Подседу рядом. С вами? Пишем иероглиф. Угу. Три иероглифа. Цао, шао, хао. Цао, шао, хао. Нет, цао, шао, хао. Цао, шао, хао. Цао, шао, хао. Нормально. Я в этой беседе лишнее. А что будет обозначать первый иероглиф, который вы рисуете справа? Это цао. Цао. А цао, шао, значит «Утро». Ага, хорошо. Один иероглиф на чего? Не обозначает два иероглифа, а обозначает «Утро». Если просто цао, это значит «рано». Рано, хорошо. Давайте второй. Это у нас утро уже идет полноценное. Так. Цао, шао, это значит «Утро». И остается еще один. Да. Как он называется? Хао. Хао. Вы же знаете, как «Привет» по-китайски? Ээээ... Ни хао. Правильно. Молодец. А что значит «ни»? Что значит «хао»? Так. Наверное, «доброе»? Ни значит «ты». Ты. Хао значит «хорошо». А, тебе «хорошо». Мы так приветствуем в Китае, да? Тебе «хорошо». Ты «покушал». А-а-а, вот оно что. Слушай, какая традиция интересная. Третий иероглиф – это «хао». Это как «доброе». Доброе, хорошее. Хороший опыт. Хао составит двух частей. Так, первая часть – это «женщина». Женщина? Иероглиф «женщина». Ничего себе. Хорошо. Женщина – это хорошо. Это хорошо. Ну кто бы посмотри. А вторая часть – это «ребенок». Слушайте, все приятное в иероглифах. Ребенок. А женщина стоит здесь. Так, давайте я попытаюсь повторить. А Настя пока задаст вам еще несколько вопросов. Дима сейчас рисует, мне кажется, он в благотворном состоянии находится. Он прямо куда-то улетел. Это так или нет? Я сейчас действительно где-то не здесь немножко нахожусь. Каллиграфия как влияет на человека? Характер. На характер? Да. Это духовная сцена. Может быть, на здоровье как-то это влияет? Действительно, может быть, человек успокаивается, нервы лечит. Говорят, что человек, который занимает каллиграфией, он будет очень долго жить. То есть на долголетие нужно рисовать много. Я сейчас написал три иероглифа. Плохо, конечно, но, как мне кажется, минуточек на пять жизнь-то себе продлил. Оцените, пожалуйста, творчество Дима. Хорошо. Какой из этих иероглифов, вот вы скажите, больше всего, ну, близок к каталону, скажем так? Второй. Второй, да? Но здесь я вижу, вот смотрите, сразу же растеклось все, да, у меня? Да, да, да. Вот, слишком много, видимо, взял я туши. Ну, и здесь, соответственно, вообще очень сложно, потому что вот эти вот углы, пересечение линий повторить, на самом деле сложно. Сколько нужно учиться этому всему, чтобы хотя бы более-менее начать? Вот ваши ученики. А если более-менее начать, то, ну, месяц-две, наверное. А если прямо хорошо писать, каллиграфию нужно 10 лет учить. 10 лет. А китайской живописи нужно 5 или 6 лет учить. А вы сколько уже обучаетесь этому всему? Ну, я занимаюсь с 9 лет. Вот это ваше занятие, можно сказать? Вы здесь тренировались, как вы уже сказали нам. А вот что означает? Вот здесь вот некоторые элементы обведены вот такими красными кружками. Почему? Это мой учитель меня сказал, что тут неправильно, тут некрасиво, тут еще нехорошо, поэтому он стеркивает. А, то есть получается, что вы тоже еще не достигли совершенства. Да. И совершенству, в общем-то, нет предела. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Было очень интересно, очень приятно. За кадром еще немного пообщались по-китайски, постарались пообщаться. Очень сложный язык, но очень интересно, надо учить. Спасибо огромное. Спасибо за встречу. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok